Всем привет, с вами Савл, я продолжаю играть в Pima G-Drive. На этот раз я вернулся на эту же карту, если кто не знает, она называется Smash Up Your Car. И вот у нас такая вот Niva, в принципе, довольно-таки длинная, в стандарте же Niva двухдверная, это четырёхдверная. Ну-ка, какие детали тут можно у нас поставить? Крылья, ну, в принципе, ничего особенного, задние фонари, ничего особенного тоже. Ну-ка, а двигатель тут какой? Четыре с половиной литра V8? Мне кажется, но нас чуть-чуть обманывают, нет? Ну-ка, а колёса есть какие-нибудь? Спортивные колёса, серьёзно? А чем они отличаются? Я даже надписи спорт не вижу, а? Не, ну серьёзно. Серьёзно, чем они отличаются? Ну, у нас точно, конечно, не четыре с половиной литра V8, потому что вот даже если так посмотреть, видно, что там не стоит V8. Но на самом деле, на Niva такой фиговенький движок для её массы стоит. Рядная четвёрка, там в районе 100 лошадей. В общем, отстой полный. Вот, 1,7 литра, даже он ширенький, если никак не четыре с половиной V8. По-моему, не возогнулось. И ветер такой. Слышите этот ветер? Это как бы шум, который мы слышим в этом автомобиле. Ну-ка, ну-ка. Это ж офигенный внедорожник. Не, ну знаете, он с такой базой смотрится как-то нелепо. Ну, посмотрите. Прям лимузин какой-то. Давайте вид из салона. Ну, конечно, качество приборной панели оставляет желать лучшего. Только давайте от первого лица, как это всё выглядит. Да. А от первого лица проезжать неплохо, знаете ли. Проблем особых не возникло. Так, а это просто подлетать? Ага, это я помню место. А получится ли у меня заехать на Ниве в это место или нет? Потому что я помню, пытался, у меня ничего не выходило. Так как посадка слишком низкая. Либо не подходит по размерам автомобиля. Не, ну, конечно, он не идеально целый. Посмотрите, вот это правое переднее колесо так. Ну, видно, что наклонено. То есть, ну, повредились. Детали подвеса. Блин. Я мне эту кнопку нажал. Вот что-что, отражение тут прекрасное. Просто отлично. Так, а на этот раз доеду. Ну, видно, что уже с одним колесом не всё в порядке. Ну, что-то среднее. Что-то среднее, как по мне. Но я должен это сделать. Поехали, поехали. Поехали. Вообще, по идее... А, нет, нет, нет. Я спутал. Я просто вспомнил, что вроде бы четырёхдверную ниву, она изначально в стоке так не была. Её просто переделали. Ну, в общем, бред на самом деле. Это двухдверная нива есть удлинённая. Так, давайте вот тут установимся. И теперь у нас всё должно получиться. У нас же внедорожник, у нас же 4 на 4. Не, ну, знаете, а выхлопная труба слишком низко болтается. Мне кажется, мы её... Первой-то и... Отломим. По колее не подходим. По крайней мере, не идеально. А, кстати, заехали. Заехали. Всё-таки внедорожник. Полный привод. Давайте. Неплохо, неплохо. Неплохо. Но не так интересно. Давайте ещё раз, ещё раз, ещё раз. Просто я не успел вовремя замедлить. Ну, не, ну как я замедлил? Совсем так, как надо. Что, второй раз уже не заедешь? А, колесо словам. Да. Со сломанным колесом, конечно, особо не поездишь по таким колеям. Давайте заедем. Я верю в Ниву. Я верю в российский автопро. Блин. А может и не верю. Не, ну реально, она должна заехать. Должна. Один раз заехала, и второй раз заедет. Так, давай, смотрим. Смотрим, смотрим. Оп. 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 Красота. Вид от капота. Нет, вряд ли. Давайте. Нет, ну знаете, это жизнь глазами смертника. Ну, по-моему, ему шею сломало. Причем ты хорошеньким, 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 хорошеньким ударом таким сломала. Крыша распрыгнулась. Нет, давайте что-нибудь другое возьмем, потому что это неинтересно. Селика. 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 Вроде была. Вот. Я еще какую-то Subaru устанавливал. Эту, или это была? Не помню. Честно, не помню. Так, какая там еще есть? Impreza VRX. Ну, это, по идее, то же самое. Есть еще Drift Edition. Ну, это в колхозном таком раскрасе. Почему в колхозном? Да потому что оно мне не очень нравится. Мне кажется, перебор. Ну, хотя, стоп, давайте поставим Drift Edition. Вот так вот. И что-то у нас с двигателем есть. Ничего особенного. Дифференциал. Что у нас с дифференциалом? Так, поменяем задний. Частично блокированный дифференциал. И погнали. Ну, тут как-то странно. Покрышки действуют в таких случаях. И машину чересчур качают. То есть, слишком мягкая подвеска для таких случаев. Ну, вот это более-менее было похоже на Drift. Конечно, не было никакого дыма. Машина толком не буксовала. Но это было похоже на Drift. Ну, что, типичная ситуация. На Drift треке оторвало передний бампер. Правда, интерколера нет. Значит, у нас турбины нет. И вряд ли у нас тут какая-то мега-мощность заключена. Ну, может, лошадиных сил где-то 250, наверное. Давай-давай-давай-давай. Ну, как бы псевдо-дрифт. То есть, не рассчитана игра на Drift. Физика игры на Drift не особо рассчитана. Ну, то есть, то ли сцепление у покрышек не такое, какое на самом деле должно быть. То ли двигатель слишком быстро загасает. Не знаю, ключевого момента, то есть, как бы не хватает. Не знаю, не знаю. Это не прикольная машина. Не прикольная. Я хочу прикольную машину. Понятно? Так, давайте М3 возьмем. Это та, которая вся размалеванная, да? А, нет. Нет, только колеса поменять. Какие тут есть колеса? Двигатель 4,5 литра. Но тут, в принципе, без вариантов. Колеса спортивные. Вот эти. Тоже за этих нет колес. У нас, кажется, все колеса постырили. Печально. Обычные. Вот. С обычными все нормально. Так, и задние еще где-то. Real. Real wheels. Вот они. Все, поехали. Поехали. А вот тут уже руля нет. В принципе, не важно. По-моему, с автомобилем что-то не то. Я не жму сейчас налево. Стрелочку. А. Ну, он просто сам по себе дрифтует. М3-я бэха, но. Дрифтует, конечно. Не, ну реально, что за бред. А если еще подставить блокированный дифференциал тогда? Давайте попробуем. Эпс. Где он? Вот. Сзади дифференциал поставили. Странно. Может, это наоборот ухудшает. Кстати, шум двигателя почти не слышен. Нет, стало, по-моему, только хуже. По крайней мере, этой машине, по идее, тоже мощности не хватает. Так, а я вижу вон там вот что-то прикольное. Что-то очень прикольное. Давайте сюда заедем. Так, давайте с разгону. В аппанк идем. Ааа. Черт. Ну, это больно. Это очень больно. Так, ну-ка, если я тут восстановлюсь, что будет? Ну, конечно, подвеска не для таких ситуаций. Могу это признать. Вот. Так вот, более-менее. Ну, я должен заехать. О, нет, подождите. Я пошутил, я не должен заехать. Я хочу провести тест. Неудачный тест. Совсем неудачный тест. Я хочу подпрыгнуть как можно выше и улететь как можно дальше, соответственно. У нас подвеска опять что-то не то. О, нет. Отстой. Просто полный отстой. Давайте чуть-чуть по дрифту. А, нет, она наоборот с дифференциалом. Нифига не дрифтит. А, он обратно ставится? Стоп, каждый раз или как? Или я его не поставил? Или я наоборот передний поставил, хотя у нас задний привод. Ладно, не важно. Ну, так вот она немножечко дрифтит. Не, ну, знаете. Мне кажется, это судьба. Это судьба. То есть, ну, посмотрите, мы на днище сели и... И на крышу не упадем. И не поедем дальше. В принципе, закон подлости. Так, куда я ехал? Вон туда я ехал. Реально, надо попробовать от первого лица. Кстати, бэхата у нас в М-пакете. Так-то она не такая уж и медленно. И в принципе, это и логично. То есть, она мощная. Она может дрифтить более-менее. Так, подождите. Я ничего не вижу. Тут угол обзора фиговый. Там не выезжает дома. Вот так вот примерно. По-моему, слишком низко водитель сидит. Я так чисто по ощущениям еду. На ощупь. Давай, давай. А-а-а. Не види даже ничего. По-моему, я отвесную сломал. Или во что-то упёрся. Ну, я сейчас вроде бы на днище сижу, да? Так, давайте нормальный вид сделаю. Да, я... Перестарался с радиусом поворота. То есть, у нас ещё были шансы. Вот, вот. Так-то лучше. Так-то лучше. А, только куда мне отсюда ехать теперь? А, вот. Прямо то, что нам нужно. Так. От первого лица. Конечно, руля нет. Ну и ладно. А-а-а. Вот что значит не смотреть назад. Это. А, ну да, ну да, ну да. Не, ребята, вам слабо сидеть пристёгнутым за рулём и смотреть назад. Это ж офигенно. Я тоже хочу себе шею, которая вращается на 360 градусов. Это ж офигенно. Давай. Если бы... А, кстати, давайте проверим тогда особенности физики игры. То есть, смотрите. Где сзади дифференциал у нас. Там он опять у нас ставится. Такое. Что ж такое, а? Что ж такое? Вот так. Хм. Странно. В общем, он не хочет ставиться, но по идее... По идее, это должно быть так, что если обычный дифференциал не заблокированный, то мы бы не уехали оттуда вообще, а с заблокированным дифференциалом мы бы оттуда выехали. А, камера, камера. Тихо. Всё впереди. Так, бампер, он не нужен. Это излишки. По-моему, слишком слабо. А вот тут уже настоящий V8 стоит. Явно. Так, а что тут у нас ещё есть? Вот это что за площадочка? Упс. Не долетели. Окей. А если ещё одна попыточка? Надо с разгона это делать. То есть вот так газку дали. И в дрифте. По-моему, неплохо приземлились. Только теперь надо возродиться из мёртвых. И погнали! Так, ну-ка давайте попробуем чуть-чуть подрифтить вокруг этих колончиков. М-да. Не для дрифта это. Не для дрифта эта игра. Ну, вот, жалкая пародия на дрифте есть. Безо всякого дыма, кстати. А ведь дыма нету в игре. И царапин нету. Фу, отстает. Эх. Ну и ладно. Так, ну думаю, тут кто-то легко будет проехать. Ну, потеряли мы, майпер, с кем не бывает. И смотрите, наша цель это доехать. То есть, конечно, правое колесо чуть-чуть сломано. Но, похоже, мы приехали. Это наш конечный пункт. Так, а если на это трамплинчики подпрыгнуть? Ну, как-то машина плохо управляется. В реальности БМВ как бы получше управляется. Все-таки у них там развесовка спереди и сзади примерно одинаковая. Ну-ка. Полетели! Прилетели. Так, давайте что-нибудь другое возьмем. Это все неинтересно. Это все не экстремально. Они как-то не едут. Точно. 911-й Порш. Полноприводный. Вот. Вот то, что нам все это время нужно. Вот оно. А, заметьте, ни одного повреждения. Кстати, вот, мне кажется, для такого автомобиля чуть-чуть маловатые тормоза. Но, хотя, в принципе, я же не знаю, сколько он весит, на самом деле. По крайней мере, выглядят они маленькими по сравнению с дисками. Смотрите, дрифт. Додрифтился. Какие-то повреждения совершенно уж фиговые. Странно, странно. О, а вот это я точно подлечу на Поршике. На Поршике я тут точно подлечу. Да ну вы издеваетесь, а? Не, ну, вы видели это? То есть, нас скомкали и выплюнули. Прям трюкач. Правда. У нас выхлопная труба и чуть-чуть одна длиннее. Так, так, на, идеально. Упс, вылет с трассы, дисквалификация, переворот, ковырок и на колеса. Ну ладно, на крышу. Все, вызывайте скорую. Потому что у нас задние колеса тоже уже поворачиваются. То есть, у них скраждение большевато сделано. Так, совсем чуть-чуть большевато. Вот примерно так. Да, повреждения уж совсем фиговенькие. Какие-то по сравнению с остальными модельками. Но валит он знатно, конечно. Так, я помню, у нас тут какая-то пропасть была, да? Почему бы не разбить поршик в этой пропастье, а? Давай ты сможешь, наклоняйся. Давай, давай. И сейчас ему будет больно. Неплохо так приземлились, да? А вот сейчас очень плохо будет, нет? У него повреждения фиговые. Я бы не сказал, что это что-то мега крутое. Но все равно прикольно. Так, давайте поехали. Это отличная у Порша подвеска, что? Ничего даже не помялось. По крайней мере, на первый взгляд. А, кстати, сзади колесная база шире, или это я пока уже? Да, сзади пошире вроде бы. Ну-ка. Если вокруг этих штучек подрифтить. Так, тихо, аккуратно. Эпс. Не совсем удачная идея. Так, стоп, а это что тут у нас? Песок. Это что за бучьи пески такие, а? Не, ну вы видели? Это экстремальное торможение у нас было. Машина еле едет. Может, передним ходом лучше будет. И это при том, что она у нас полноприводная. Точно, ребят. Идея, идея, идея. Вау. Сколько грязи. Идея. Я знаю, какой автомобиль здесь точно проедет. По крайней мере, по внешнему виду он должен проехать. Джип Cherokee Trail. На сороковых колесах. Вот он, вот он. Вот его родная среда. Да, по-моему, вообще без проблем он тут едет. Вау. Вот этот автомобиль этому месту отлично соответствует. Ну, еще бы он был чуть-чуть поустойчивее. И вообще было бы супер-атак. А так это немножко отстойно. Да, вот такие вот бывают случаи с ним. Так, а теперь по песку, по песку добавим. Да и по песку он без проблем едет. Ха. Порши големая. Вот какой автомобиль надо иметь. Проедешь где угодно. Как бы купил такой автомобиль, и можно никого не жалеть. Так, ну, трава это неинтересно. Главное, не входить резко в поворот на этом автомобиле. Ибо крен у него огромный, и что приведет, ну, к печальным последствиям это тоже неинтересно. Это покрышки я так поломал, когда тормозил, или когда я вон на... Я там на земле наехал на препятствие. Ну-ка, и давайте машину теперь помоем. Нет, она не хочет мыться. Просто тут нельзя вообще на скорости их водить в поворот. Ну, или подруливать, как бы заставляя ее псевдо-дрифтовать. Так, давайте машину помоем. Ну, в принципе, тут ей место. Такая грязная... Такой грязный автомобиль, ну-ка. А вот на этих камушках он себя сможет проявить или нет? А? Да, мать вашу. Он издевается? Ну, хоть на колеса вернулся. Так, вот этот камушек. Вроде бы ничего страшного в нем нет. Да вообще без проблем. Ну-ка. А что-то посерьезнее. Это тоже обычный камушек. Угу. Обычный камушек. Только он мне сломал колесо на... Вот, вот этот посерьезнее. Вот этот камушек посерьезнее, видите? Вот этот. Вряд ли я на него заеду. Ну, хотя с разгона... С разгона я без проблем в него разобьюсь. Примерно так. Неплохо. Неплохо. Так. Вот там какой-то прикольный трамплин я вижу. Я думаю, на нем можно разок прокатиться и заканчивать серию. Дрифт на полном приводе на сороковых колесах. А вам слабо? Мать вашу. Да. Повороты он входит, конечно, не актив. Главное соблюдать равновесие. Надо занижать его, занижать. Колеса оставить такими же, а занизить. Причем серьезно. Ну, вот, конечно, сзади балка, я думаю, не особо солидно смотрится. Так, ну-ка. Я хочу от первого лица этого. Блин. Тут текстуры, я бы сказал, более чем ужасно. И все трясется. Да, подвеска так себе на нем. Смотрите, как все трясется. Мне нужно. Скоростью более-менее нормально. А-а-а-а. What the fuck? Я зацепил трубу. По-моему, у меня крантец Причём полный Причём безвозвратный Ну Если я успел пригнуться, то тогда нормально Хм Посмотрите передние рычаги, как они погнулись Или так они и должны быть? Ну-ка давайте посмотрим Да, всё нормально Так, нет, всё-таки я чуть позже закончу серию Я хочу ещё проверить Вот на Тех поверхностях, на песке, на грабе Точнее, на земле Баги Я хочу баги проверить На больших колёсах с двухлитровым двигателем С российским флагом Еее На баги вот можно подрифтовать Не то, что на этом нежном джипике А тут, знаете, тут колёса почти не проваливаются Это несправедливо Почему у остальных машин тогда проваливаются? Так Вот сюда А, тут тоже неплохо проваливаются Ага Есть другая идея X3 3,1 литра В6, но у нас маленьких колёсиков Мммм Прикольно Только, по-моему, передние колёса Передёргивает так неплохо На поворотах, по крайней мере Да и так отлично едет Двигатель-то помощнее стал Так, вот ещё один трамплинчик Ммм, так Только развернёмся в сторону Конечно, баги почти толком не ломаются Вот Колёса сломались в переднюю Чё-то Бывает С кем не бывает Зато можно вводить боком Смотрите, какой выбор Прям 90 градусов Правда, только одним боком И ничего более Почему именно в эту стену? А, нет Смотрите, смотрите Более-менее подправили колёсики Теперь мы можем ехать в две стороны одновременно А то и в три А чё, гениально? Как до этого раньше не додумались? Так, какой из этих колёс ведущий остался? Какой из этих колёс может направлять автомобиль? Вот Примерно так А что? Офигенный дрифт Конечно, это сарказм Но Почему бы и нет? Восьмёрку можно будет Точнее, и так можно включить Так, можно как-то выровняться Поехать в какую-то сторону Нет Так чуть-чуть ускоряется просто это движение Вот Нет, нет Мы никуда не поедем Так, всё Последний Последний полёт На этом трамплее Поехал Неудачный полёт Так Мы должны Мы должны подняться Наш автомобиль Брейкдансер На это способен Я в этом на 100% уверен Ладно, давайте всё-таки Остановимся И вот на этом трамплине Хотя бы подлетим Потому что я хотел подпрыгнуть На трамплине Но никак не могу Попасть а не на серьезно как я мог не попасть а ну переднюю ось пополам сложила так так я прыжок веры и в принципе даже почти без повреждений чуть-чуть погнуло колесо нету правого зеркала заднего вида хотя его тут не существует так что в принципе все нормально и думаю на этой ноте я хотел бы закончить данную серию всем спасибо за просмотр оставляйте ваши комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем удачи всем пока